Подготовительным комитетом мне поручено доложить вам, что Федерация независимых профсоюзов в России и принято решение о проведении общероссийской акции протеста 9 апреля 1998 года. Федерация независимых профсоюзов предлагает ее провести как бы в два этапа, то есть провести до 9 апреля 1998 года. В трудовых коллективах, в которых задерживается заработная плата, провести собрание, передать заявление в свои комиссии по трудовым спорам, при необходимости суды, где будет принято решение и полученные исполнительные документы на то, чтобы банки будут перечислять в первоочередном порядке деньги на зарплату работников. 9 апреля Федерация независимых профсоюзов предлагает трудовым коллективам остановить работу и выдвинуть требования согласно закону о коллективных трудовых спорах по выполнению и заключению коллективных договоров по выполнению Кодекса законов о труде Российской Федерации. При проведении акции Федерации независимых профсоюзов мы всегда собирались на Российском комитете рабочих и поддерживали эти акции. Это было и в конце 1996 года, мы поддерживали акцию Федерации независимых профсоюзов мы поддерживали акцию 27 марта 1997 года. Предложений по поддержке других акций у меня сейчас на руках нет пока. Это было только сказано вчера. Поэтому я не умею на руках, Николай Васильевич. Я сейчас закончу, потом уже будете вопросы задавать. Поэтому я докладываю о том, об акции независимых федераций независимых профсоюзов. В связи с вышеизложенным, есть у меня проект постановления Российского комитета рабочих об участии в акциях протеста в профессиональных союзах. На власти и работодателей добиваются обеспечения полной занятости, сохранения промышленных предприятий России, погашения всей задолженности по заработной плате, Федерация независимых профсоюзов России приняла решение о проведении общероссийской профсоюзной акции 9 апреля 1998 года. В связи с этим российским дед рабочих постановляет первое, поддержать акцию протеста Федерации независимых профсоюзов 9 апреля 1998 года и принять участие в ней с целью пропаганды рабочей печати деятельности Российского комитета рабочих проекта Рудового кодекса России, разработанный Фондом рабочей академии и Объединением профсоюза защиты. Второе, призвать работников предприятий промышленности, транспорта и связи, не получающих заработную плату за свой труд, в массовом порядке подавать заявление в комиссии по дрововому спору своих предприятий, затем иски в суды. Это позволит получить на руки исполнительные документы и добиться того, что банки будут обязаны в первоочередном порядке взыскивать работникам деньги на зарплату, приходящие на счета предприятий. И последнее предложение. Третье. Предложить трудовым коллективам России 9 апреля 1998 года провести остановку производства на заводах, фабриках и учреждениях на один час. В соответствии со статьей 3 закона о порядке разрешения коллектива трудовых споров, использовать это время для проведения собраний работников, где принять и передать в свои администрации предприятий требования коллективов по заключению и выполнению коллективных договоров неукослительного соблюдения кодекса закона по труде. 17-18 октября 1998 года Есть какие у кого по этому соображения? Дополнение. Пожалуйста. Есть дополнение такого порядка, указать еще и повестку дня предполагаемо. Имея в виду, что мы должны к людям обращаться, сообщать, о чем пойдет разговор, чтобы шла подготовка на заседание. Разумеется, мы все не определим заранее, что же там это не позднее. Поймут нас на местах, к кому мы пришлем приглашение? Чего же мы? Почему мы должны делать? Мы три года уже говорим. О содержании. Так и напишем, да? О содержании. Пожалуйста. Вы, по-моему, еще говорите о РКР, о новом заседании, а это не закончено. Вы же не заговорили, а акция про Союзную защиту дала с что-то. Как? Зайдет, он нет. Да. Все акции. Все акции. Вы имеете в виду именно в этом? Да уже же вы говорили о акциях. Зачем пришло? Нет. В этом поединке даты нет. Как раз об этом разговору было, что все акции. Данные акции. Вы так специально написали рабочих, 17-18 октября 98-го года с повесткой дня о содержании коллективных договоров, обмен опытом забастовочной борьбы, о работе с проектом Трудового кодекса России, обмен опытом организации учебы рабочих. Прошу проголосовать в основном и в целом. За основу и в целом. Против нет. Против нет. Воздержавшихся нет. Разное. Пожалуйста. Пожалуйста. Значит, товарищи, у нас российский комитет рабочих развивается и, как всегда, работа нуждается в правильном оформлении и упорядочении. Какие тут возникают моменты и что требует какого-то решения? В работе российского комитета рабочих принимают, мы видим уже по факту, разные, так сказать, люди, рабочие, во-первых, представители рабочих организаций, принимают участие не рабочие, но делегированные представители организации. Наконец-то принимают участие просто приглашённые люди, которые члены больших полезны и для них это полезно. Потому что, скажем, наши скайпрокеры, они делегированные, но у них какой момент? Значит, у них вроде бы бумаги нет, то есть тоже какой-то момент формальный, если мы идём и надо, так сказать, отключить. Значит, поэтому, видимо, настало время, когда потом, если вы видите наши мандаты, то это используются запасы прежних лет. Это тоже, конечно, неплохо, что мы бумагу не переводим, но уж как-то можно, наверное, так уж не надо экономить. Потому что мы знаем, что форму содержать, настало время, значит, подготовить бланки, и, видимо, вот я так вижу, что пока четырёх видов. Первый бланк удостоверения участника – это мандат делегата рабочего с правом решающего голоса. Значит, второй бланк, видимо, это мандат делегата с правом совещающего голоса, то есть человек делегирован, не является рабочим. Третье удостоверение – это гостевой билет, приглашение, мы консультанты, наверное. Поэтому, видимо, надо принять решение, что Оргкомитет должен подготовить соответствующие бланки документов, чтобы до следующего седания РКР тут уже не было ни путаницы такой, ни бумага самодельная. Ну и тоже решить нам вопрос, что уж если мы делегируем, то делегируем подтверждается как-то документально. порядок чуть-чуть есть, мало ли кто приедет. Потому что звонок хорошо. Одно дело, когда знакомые звонят, другое дело, что позвонят и переставятся, что мы едем. Ну, я думаю, что информационные сообщения тоже надо тратить. Ну, такие здесь будут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На воды вставайте, шеренки сметайте, на битву шагайте, шагайте, шагайте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА